Всем привет-привет! Это я Владимир и агентство недвижимости Столица Квартир. Сегодня я хочу с вами пообщаться по такому вопросу, который у всех на слуху, а именно коронавирус, как он влияет на рынок недвижимости, в частности на рынок недвижимости города Санкт-Петербурга. Ну что хочется сказать главного в свете этого всего? То, что он действительно влияет и влияет не в лучшую сторону. Итак, самая главная новость, которая на текущий момент присутствует, это уменьшение сроков действия кредитных решений, выданных банками ранее. Если это раньше цифра составляла 90 дней, то на данный момент крупные банки довели до своих заемщиков о том, что их кредитные решения будут действовать в течение 30 дней. Ряд банков известил своих потенциальных заемщиков о том, что процентная ставка будет фиксироваться на день проведения сделки. То есть у человека нет уверенности, что то кредитное решение, под которое он подыскивает себе объект недвижимости, на момент покупки жилья будет в тех же пределах. Процентная ставка может вырасти. Ряд банков уже афиширует о том, что они либо ограничат выдачу кредитных решений, либо повысят процентную ставку. Все замерли в ожидании действий Центробанка. Застройщики, пользуясь ситуацией и ажиотажным спросом, который начал возникать в связи с этими событиями на рынке недвижимости, стали более активно повышать стоимость своих объектов. И поэтому цена растет, в то время как каких-либо обоснований, кроме того, что есть ажиотажный спрос, нет. Ну и плюс ко всему прочему, многие продавцы стали уходить с рынка. Они не только на коронавирус ориентируются, но еще на то, что неизвестно, что будет с рублем в свете его колебаний в сторону уменьшения по отношению стоимости к доллару и к евро. Поэтому постепенно может вымыться количество предложений на вторичном рынке недвижимости, что, соответственно, может привести к увеличению стоимости объектов недвижимости, оставшихся на рынке. Ну а если у нас эта ситуация в ближайшее время не будет меняться, нам стоит этого ждать. Что хочется резюмировать? Господа и дамы, у кого есть кредитные решения, не затягивайте с решением, принимайте сторону выбора объекта недвижимости в кратчайшие сроки для того, чтобы вы могли купить по адекватным ценам недвижимость, которую вы себе запланировали, и привлечь денежные средства и ипотеки под разумные процентные ставки. А продавцам недвижимости стоит пожелать оставаться еще на рынке для того, чтобы воспользоваться в ограниченном количестве предложений максимальными условиями для продажи своей квартиры. Всем пока-пока, до новых новостей, с вами был я Владимир и агентство недвижимости в столице квартир.